Мы такие разные, но мы вместе. Лозунг этого дня и этого праздника. Фестиваль собрал под свои знамена людей с особенностями развития. От мала до велика. Огромное количество интерактивных площадок для разных возрастов и интересов. Атмосфера зали, как вы видите, очень радостная, теплая. Мы с нашими единомыслниками пытаемся сделать все-таки из Одинцова и Одинцовского района территорию таких безграничных возможностей, чтобы и больше было таких мероприятий, как фестиваль добра, и больше внимания со стороны власти к людям, нуждающимся в нашем тепле. И у них было полное ощущение, что они являются такими же членами общества, как и мы с вами. Инициативу главы поддержали неравнодушные жители. Многие школьники пришли, чтобы познакомиться с особенными детьми. Как оказалось, у них много общего. Я успела заниматься дженгой. Я увидел квадрат, и я забирал, и видел наверх. Потому что как? Я любил, и вот там бабушка идет. Я люблю бабушку, я встретил всех детей на свете. Это очень хорошая идея для наших деточек, которые, к сожалению, немножко получили такие от Господа, наверное, дар, ну, своего рода, ну, кавычках дар. Да, да. Но не забывает наше правительство, наша администрация. Большое спасибо, потому что тоже были в том году, очень понравилось. Всегда приглашают на елки нас, на какие-то подарки вручают. То есть ребенку очень приятно, вот это внимание, забота. Помимо, конечно, медицинской помощи, да, вот такая нужна поддержка, чисто моральная. Праздничное, отличное настроение. Вообще, я очень рада, что делают такие праздники, на самом деле. Для инвалидов, для всей, как бы, страны, это очень большой праздник, как бы, да. И, как бы, все очень рады этому празднику. Дай Бог всем здоровья, счастья. Спасибо маме, папе, сестре, племяннику, что они у меня есть. Я тоже занимаюсь спортом, как бы, вот, и они меня поддерживают. Спасибо им большое. К организации фестиваля подключились и общественники, волонтеры, встречали гостей и провожали по маршруту. Самое главное отличие этой площадки в том, что здесь объединили все категории взрослых. Вы можете увидеть ветеранов и можете увидеть здесь просто взрослых и пожилых, инвалидов. И когда площадки подбирали, как бы, мы участвовали в рабочей группе, здесь подобраны мастер-классы, активности даже для слепых, да. И у волонтеров есть четкая инструкция, куда, в каком направлении отправлять. Это колясочники, соответственно. Наверное, это впервые настолько адаптированная зона. Я думаю, что с каждым годом она будет совершенствоваться, будет все лучше и лучше. Это второй фестиваль, но организаторы считают, что таких мероприятий должно быть больше. Дети и взрослые не должны чувствовать себя изолированными. Ведь они такие же члены нашего общества, как и обычные люди. Я хотел бы им сказать, что мы с ними. Что мы помним, всегда думаем о родителях, которым, скорее всего, тяжелее, чем самим детям. О том, что мы готовы во всем их поддерживать, все их инициативы. Им, конечно, терпение, им, конечно, не опускать руки, верить в будущее и своих детей, и в целом всей семьи. Мы рядом, мы вместе и считаем их такими же членами общества, как и мы являемся, как и мы являемся. И дальше будем все больше и больше уделять им внимание и создавать какие-то радости в их жизни. После посещения интерактивных площадок гости отправились в зал, где были вручены благодарственные письма детям от главы Одинцовского района за особые способности и тем, для кого помощь людям с ограниченными возможностями – дело всей жизни. Все должны объединиться. Представляете, люди с ограничением возможности здоровья сидят дома и не общаются. Общаются мало. Когда мы сегодня собрали от мала до велика с осложнениями здоровья людей разной направленности, с разными пороками здоровья, люди все пришли. И у каждого есть круг своих интересов. Очень много волонтеров, которым тоже такое общение необходимо, особенно детям, подросткам. Город добра открыт для всех. Здесь нет границ и не места предрассудкам. Здесь все едины и все на равных. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.